друзья это ответа на ваши вопросы как я и обещал так давайте начнем с конца не помню где остановился так алексей джакуба уверен что договорились комсомолец мишенька дарвись до власти в рф он был бы такой же как путин они одинаковы по психологии советские ну алексей имеет виду михал борисовича ходорковского я не согласен алексей а михал борисович безусловно ментально человек советский ну из советского союза там есть безусловное пристрастие к широкому большому государственному участию в регулировании экономики это опыт михал борисович он сторонник свое время на эти был в девянос шестом году было такое письмо 13 банкиров они призывали к сотрудничеству ельцина зюгановым ну к такому умиротворению они очень боялись гражданской войны и речь шла о некоторой модели промежуточной между так сказать капитализмом и социализмом намекалась на возможность государственного регулирования в ответ геннадий андреевич зюганов написал такое письмо с программой в ответ на это письмо 13 банкиров где довольно четко сказал что крупные банки и экономика которую он будет руководить несовместимы вот но возвращаясь к михал борисовичу не знаю какая была бы программа у михал борисовича но в любом случае он человек компромиссов это компромиссная была бы программа он договаривался бы с коммунистами в чем нет никаких сомнений вот и учитывал бы их интересы и бэкграунд у него там комсомольский связанный он не очень поддерживал знаете мы дискутировали эти вопросы в свое время он не очень поддерживал вот эту радикальную либертарианскую позицию мою некоторых других экономистов рыночников мы организовали два предпринимательских союза один был союз которым руководил Аркадий Иванович Аркадий Иванович сейчас вспомним вот это союз был красных директоров Вольский вот а второй союз предпринимательский это биржевой союз это радикальные рыночники как вы понимаете но он большим влиянием обладал конечно союз этих красных директоров но даже когда он не обладал серьезным влиянием Михаила Борисовича тянуло так сказать больше в ту сторону там было больше собственности больше так сказать возможности для приобретения собственности для приватизации Михаил Борисович участвовал в этой приватизации в залоговых аукционах это тоже идея государственного регулирования но я ни за что не ручаюсь вот сейчас когда казалось бы можно было посвятить себя так сказать теоретическим вопросам отношения государства государственному регулированию ну вот такое довольно простое последовательно рыночное мое отношение к государству к идее рыночной экономики он рассматривает как называют как радикальное ну это более естественная что ли структура для постсоветского периода так значит с а такой ник Донбасс и Луганск Зеленский был израно разве не во время войны я расшифрую значит имеется в виду то что Владимира Зеленского исполняется значит заканчивается его срок 20 мая 21 вчера закончился вот и необходимо организовывать выборы в условиях войны а Донбасс и Луганск конечно это были не условия войны тогда бомбежек Харькова и Киева так сказать Путин не осуществлял а все что делает Зеленский он делает сегодня в соответствии с конституцией Украины выборы проводить в таких условиях нельзя не не имеют смысла и достоверно информацию получить невозможно о мнении общества народа вот я не думаю что он пытается избежать выборов у меня нет такого ощущения хотя безусловно вот эта новая ситуация которая возникла последнее время она заставляет его стараться избегать ну вот этого быстрого отстранения от власти потому что остановка войны мирные переговоры и это потеря легитимности президента который очень долго призывал говорил о победе говорил о необходимости победы тогда когда надо было не мобилизовывать общество а искать разные другие выходы ну мы любим Зеленского за то что он неопытный политик не циник прожженный он совершает ошибки ну что ж вот это была большая ошибка так Вячеслав Вадимович что вы думаете об ордере Гагского суда по Натаньяху не Таньяху а я думаю что начался процесс дискредитации международных институтов что очень опасно Иран начав вот эту пропагандистскую кампанию начав эту акцию в Израиле 7 октября и затем пропагандистскую кампанию очень спешит сегодня понимаете можно решать тактические стратегические задачи тактическая задача сегодня все сразу там сисфайр прекращение огня как вот 8 или там 9 октября они требовали еще до того как Израиль начал военную операцию прекращение огня какое прекращение но это все готовилось заранее вся эта операция мировая и в нее вкладывались основные деньги не в акцию которая продолжалась там один день 7 октября флаги работают да ну вот это то же самое с международными институтами ну вот сейчас можно потребовать нанести попробовать нанести ущерб израилю потребовать ареста нетаньяху уже видите судьи понимают что речь идет а ну просто провокационных действиях объявляют о необходимости привлечения к суду и руководство палестины хамаса вот но это дискредитация институтов слишком спешат иран слишком спешит это ошибка но что ж поделать это значит что после того как в соединенных штатах поменяется власть начнется операция крупная операция демонтажа вот этих международных организаций так же как было при трампе с шестнадцатого по двадцатый год начинало все с прекращения финансирования международных организаций которые поддерживают авторитарный террористический режим с этого начнется и естественно встанет вопрос о реформировании организации объединенных наций уже существует несколько проектов по этому поводу я думаю что этот процесс начнется и благодарим за это авторитарные режимы должны Иран который очень спешит вот сегодня объявить Метаньяху преступникам ордер на арест то что международный уголовный суд со временем перестанет не существовать из-за этого потому что он не выполняет функцию международного уголовного суда потому что он защищает террористов защищает тех кто совершает международные уголовные преступления и обвиняют тех кто защищает человечество ну вот спасибо большое Ирану надо будет сказать и Путину и всем остальным так очень нравится ваше спокойствие и неучастие в разборках между блогерами вы знаете Ора Соно Куи Ора Соно Куи и это принципиальная позиция когда понимаете многие блогеры особенно те кто ну недавно что ли выдвинулся они пытаются построить компанию раскрутки популяризации своей известности ну вот на скандалах там поспорьте со мной я хочу дебатов там вы не правы причем еще до того как они раскрутились они требуют так сказать обвиняют известных экспертов в ошибках иногда правильно обвиняют пусть то совершают ошибки эксперты но не с позиции так сказать блогера с отсутствующим рейтингом понимаете и проявляется такая ситуация что блогер еще до того как он раскрутился он становится ну в каком-то смысле не рукопожатным с ним не хотят иметь дело тут есть несколько блогеров с которыми я просто побаиваюсь они скандалисты сегодня там был один блогер который я помогал раскручиваться ну вот брал интервью помогал и когда он раскрутился он начал меня в чем-то обвинять понимаете то есть пытался приобрести получить дополнительный рейтинг за счет скандала но это неправильно так и я благодарю вас что вы это заметили значит крутые меры по поводу Китая после событий на площади Тяньаньмэнь но Горбачев не пошел на понимаете история отношений Китая и Советского Союза и России она содержит много элементов ну самых разных полная зависимость Китая при Сталине когда он Мао Цзэдуна выдерживал в приемной несколько дней не несколько часов несколько дней не принимал ставил на место то есть демонстрировал кто он такой значит это не прошло бесследно так сказать вот когда Хрущев начал разоблачение культа личности Сталина Мао Цзэдун очень резко выступил против Хрущева и там началась культурная революция там ну много разных событий и даже военные конфликты да с островом Даманским но тоже это очень придуманная была ситуация это было так сказать выражение недовольства Мао Цзэдуна Китая вообще политикой Советского Союза вот при Хрущеве разные были периоды отношений Горбачев не учитывая вот эту ситуацию не хотел ссориться с Китаем тем более что Китаю было некоторое время не до Советского Союза не до тех реформаций которые начались он совершал такой экономический скачок успешный кстати говоря и Горбачев идея Горбачева идея Михаила Сергеевич она состояла в том чтобы некоторым образом повторить опыт Китая в Советском Союзе вот но тоже ему не разрешили закончить этот эксперимент так давай сейчас насколько развита нейросеть фотография аж не может ли стать новым видом информационных войн когда сложно будет отличить правду от вранья но это уже стало предметом войн уже многие не в шутку а по-настоящему такие провокационные материалы и видео готовятся но как всегда это происходит используя открытие используется и в позитивных целях уже выступления Хавьера Милея его голосом можно услышать на русском языке на английском вот так что ну ничего страшного в этом нету нейросети имеют безусловно такую военно-стратегическую составляющую насколько я понимаю и спецслужбы и военные разных стран занимаются сейчас этим я это просто почувствовал когда попробовал сделать использовать искусственный интеллект для прогнозирования политических ситуаций начал собирать команду и испугался просто я это об этом уже говорил испугался такого какого-то очень агрессивного интереса со стороны российских спецслужб и американских спецслужб и решил так сказать не связываться так 99-й год это 25 лет назад значит мы вроде хотел провести референдум о недоверии к правительству и говорил что мог бы стать президентом настолько легко что даже не хотел этим заниматься насколько реалистично это было в тот момент ну нет конечно Сергей Пантелеич надувался страшно действительно информационное влияние его было огромным каждый день выходили ролики его рост акций был фантастическим но это надувание мыльного пузыря было это никак не было связано с его политическим рейтингом это было надувание стоимости акций и в апреле в мае у меня Андрей Караул взял интервью и я сказал что 23 и 24 июля это это пирамида это лоптет просто вот там я посадил людей посчитать когда это может произойти с наибольшей вероятностью мы угадали с точностью до дня понимаете вся эта история началась в начале года 94 в январе в январе пик ну вот был где-то в апреле в мае пик роста и покупок и это не могло закончиться ничем иным чем так сказать и закончилось этот мыльный пузырь лопнул вот следующим шагом Сергей Пантелеев Сергей Мавроди пообещал вернуть деньги пенсионерам там люди кончали жизнь с самоубийством покупали акции закладывая продавая дома свои квартиры там были какие-то трагедии там самосожжение было вот он совершил конечно ужасные эти преступления вот но тогда отсутствовало регулирование рынка ценных бумаг можно было им эмиссию осуществлять неограниченную штон и делал выпускал эти мавротики не регистрируя их просто резаную бумагу продавал мы я каждый день об этом говорил предупреждал людей что это кончится трагеди меня обвиняли в том что я выступаю там против рыночной экономики Глеб Павлович Якунин Илья Пономарев говорили громко что вот борясь с мавроди я выступаю против рыночной экономики вот как сейчас борясь с Навальным я выступаю против оппозиции Навальный это ликвидация оппозиции это инструмент технология ликвидация оппозиции ну то же самое мавроди ущерб который нанес рыночной экономике был колоссальным инвестиционных компаний которые крупных тому времени образовались десятки все были ликвидированы мвд черномырдин этим занимался все были ликвидированы причем простейшим способом арестовывали главу компании компания переставала функционировать и тут же эти следователи распродавали имущество себе за копейки заводы приобретали вот так что шансы стать президентом России мавроди никогда не было так сатаров украл теорию конвергенцию западных философов ну да вы правы этой теории очень многие занимались оценка будущего устройства мира предполагалось что идеи социалистические они в такой степени будут адаптированы демократическими рыночными государствами что возникнет некоторое среднее среднеузвежие ну вот мы сейчас видим социалистические элементы в Евросоюзе попытки создания или внедрения элементов социализма в американскую экономику что чуть было не привело к трагедии это наносит ущерб не путайте гонорар с гонореей это я не знаю по поводу чего но смешно так так нельзя сравнивать комсомольца Ходорковского с папой римским Ватикан не нападал на Украину а Ходорковский содействовал приходу к власти Путина Путин креатуры таких как Миша во-первых ну Алексей он не Миша ну соблюдайте так сказать декор вы же с ним не пили водку он Михаил Борисович Ходорковский мы с Михаилом Борисовичем выпивали но я его не называю Мишей но это не уважение просто человеческое зачем считать что он привел к власти Путина но я не думаю что действия предпринимателей Ходорковского можно считать решающими при принятии вот этого решения о передаче власти Путина эти решения сейчас уже более менее ясно принимала семья и не очень учитывалось мнение предпринимателей хотя на первом этапе так сказать смирившись с положением вещей Михаил Борисович как и многие другие предприниматели общались с президентом когда пока президент делал вид что он за рыночную экономику за демократию вот потом он начал этих щипать предпринимателей Михаил Борисович Ходорковский в своем выступлении дал объективную информацию он даже выводов там особенных не делал он сказал о соотношении там ВВП о соотношении производства мощностей вот выводы предложил делать слушателям вот так что я понимаю что это очень не нравится власть в Украине то что он говорил то что я говорю я не так громко говорю как Михаил Борисович вот но тоже не нравится и моя идея капитуляции как я ее сформулировал просто считается провокационной ну вот не реализуя ее власть в Украине платят жизнями десятков тысяч лучших людей Украины ради вот этой гордой идеи независимости борьбы с варварскими ордами с Путином я считал правильным не приносить такую жертву такую серьезную большую жертву ну это же решение власти а может ли Марина Карл Ева для чего Байтон хочет устроить дебаты может быть для красивого ухода нет понимаете после того как он выступит на дебатах как представитель демократической партии как конкурент Трампа его уход будет усложнен во всяком случае там и юридически и психологически это ну некоторая форма закрепления кандидата повторюсь я это уже говорил для большинства граждан Соединенных Штатов для вот этого неопределившегося большинства которые не особенно интересуются политикой есть два кандидата Байден и Трамп они не следят каждый день за тем что происходит в этих дискуссиях им примерно понятно что с Трампом борются тоже они не отслеживают это и если на конференции на демократическая партия на своей конференции поменяет кандидата то большинство из них об этом не узнают ну вот простая модель человек приходит ему не сообщили что вместо Байдена там Мишель Обама или Гавен Юсен он приходит смотрит лист для голосования видит там Трампа и Байдена не видят ну ставит галочку около Трампа и все вот так что это дебаты это то что усилит вот это статус-кво которое повлияет безусловно на решение избирателей для них два кандидата только Трамп и Байдена на этом кстати говоря на на этой ситуации основано не желание республиканской администрации менять кандидата они это понимают очень хорошо и при всех плюсах позитивных каких-то моментах связанных с возможности использовать десантисы или кого-то еще они менять кандидата не будут так так Магаумханов Ходорковску не терпится вести войска еще куда-нибудь из Украины пока не вышли он мечтает вводить войска если кто-то решил назвать ну это какие-то предположения я не очень понимаю почему вы вам не нравится такой умеренный очень кандидат в президенты один из лидеров оппозиции Михаил Борисович Ходорковский у нас с ним серьезные разногласия по многим вопросам тем не менее я его считаю членом демократической оппозиции с другой системой взглядов другой системы координат ну он делает очень полезное дело для оппозиции эти семинары встречи а к счастью он больше не поддерживает кандидатов от Единой России на выборах вот но тем не менее он организует полезные для оппозиции мероприятия так какие драхар я не жил при СССР какие законы были наиболее удручающими для населения драхар дорогой значит конституция которая в 1934 году принята была при Сталине она считалась образцом конституции многие многие кто ее читали завидовали Советскому Союзу там все было и свобода слова и элементы ну совсем социалистические коммунистические гарантия там работы жизни ну в смысле жилья вот все восхищались этой конституцией конституции принятой позже советской тоже все восхищались но там был один момент который в конституции записан не был реализация законов осуществляется это негласная так сказать позиция положения осуществляется в интересах коммунистической партии рабочего класса это было в программе партии в другом документе ну юридическом но не законодательном вот а это значит что свобода слова в той степени могла быть реализована в которой она была в интересах рабочего класса это такое формальное положение а фактически в интересах номенклатуры чиновников бюрократов но она не была в интересах чиновников в интересах коммунистической партии свобода слова была только в той степени реализуема в которой она способствовала продвижению коммунистической пропаганды вот и закон называл коммунистическую пропаганду свободой слова в уголовном кодексе существовали статьи антирыночные на этом основана была вот эта ситуация восемьдесят девятого девяностого начала девяносто первых годов когда уже существовали де-факто свободные цены рыночные цены но существовали статьи уголовного кодекса которые запрещали предпринимательскую деятельность была статья предпринимательская деятельность еще люди находились в тюрьмах эти их называли хозяйственники те кто совершил хозяйственные преступления то есть предприниматели ну вот первой волны цеховики в основном вот была статья против спекуляции ну вот на основании этой статьи брокеров арестовывали там они пытались продавать по свободным ценам товары которые производились на государственных предприятиях это называлось спекуляцией ну вот в соответствии с положением госнабу товаров есть неизменяемый параметр который называется цена холодильник должен стоить 235 рублей гост такой пылесос должен стоить 127 рублей гост а когда предприниматель пытался продать партию пылесосов по цене не 127 рублей а 560 рублей его арестовывали как спекулянта вот ну постепенно эти законы отменялись так сказать уже в советском союзе они перестали действовать там какие-то положения были приняты переходные верховным советом СССР и РСФСР так Константин Натанович это Юрий БДФ человек которого я заблокировал как тролля значит он меня в чем-то обвиняет давайте почитаем как вам несовестно я вам написал про милее и про то что Зеленский увы не милей и не черновил не пиночет а Зеленский барыга под олигархами Юрий БДФ Константин Натанович тролль вы а не я я не знаю почему вы меня обвиняете в том что я тролль а вы как-то некрасиво себя ведете я не хочу и Галину Ириновскую видимо вашу жену блокировать перестаньте это ну несерьезно заниматься троллингом при том что похоже что вы выступаете от народного фронта белорусского организация которую я очень уважаю меняйте свои позиции пожалуйста Константин Натанович Никита Павлов скажите пожалуйста в какой мере может повлиять на Путина его войну смерть иранского президента я не понимаю Никита в какой степени это может быть связано я понимаю если бы его убили если было организовано покушение и Путин бы там испугался этого покушения а так несчастные случаи сбит ротолет но это да это все домыслы это кстати интересная ситуация психологическая людям хочется чтобы существовал заговор вот это конспирологическая теория хочется ее обсуждать хочется создать некоторую конструкцию заговора отсюда Рокфеллеры Ротшильды там которые управляют миром значит все эти тайные организации зачем есть более простые объяснения событий которые происходят в мире и конспирологические теории они не объясняют они запутывают они создают дополнительные факторы которые так сказать вот с точки зрения лезвия окама или бритвы окама они просто не нужны вот несчастные случаи значит вопрос правда что эстраламские государства пытаются исламизировать США и другие государства и Европу выделяя огромные средства подкупая чиновников и глав государств да и мы это с вами видим вот эти массовые протесты которые происходили в Европе в Соединенных Штатах и это протесты которые осуществлены были за огромные деньги финансировались организации которые которые поддерживают университеты финансировал и иран они финансировали студенческие организации уже известно платили 8 тысяч долларов руководителям протестов в студенческих организациях самим студентам до 3-5 тысяч долларов за ежедневные выступления это была была серьезная организация по продвижению принципов идей удалось продвинуть ну совершенно невероятную вещь антисемитскую кампанию в Соединенных Штатах в Европе ну понятно что это как-то присутствовало всегда присутствовало в европейских университетах вместе с левой повесткой но так очевидно продвинуть это вплоть до лозунгов до позиций это удалось впервые и недаром руководители скажем спецслужб Соединенных Штатах говорят сейчас ну сделают алармистские заявления говорят о создании террористических ячеек о продвижении исламских организаций исламских групп террористических групп в политические процессы в Соединенных Штатах в Европе все очень серьезно но на этом я заканчиваю не буду все что нас не убивает делает сильнее слава богу что это проявилось сейчас и у западного сообщества у человечества появилась возможность увидеть эту проблему эти противостоять и слава богу и а и